Всем привет, вы на канале VSD и это уже пятая часть пути бомжа на Black Rush, рубрика в которой я зарабатываю деньги, покупаю машины, скины, аксессуары, дома, ну в общем просто развиваюсь на сервере, но стараюсь это сделать как можно интереснее для вас. Ну а если вы хотите шестую часть, сразу же прожмите лайк, подпишитесь на канал, а также включите колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Для вас это не трудно, а для меня это очень большая мотивация для создания новых видео. Ну а если ты до сих пор не играешь на Black Rush, советую начать прямо сейчас. Скачай игру по моей ссылке в описании и заходи на самый лучший Crimson Server и при регистрации в поле пригласившего указываю мой ник Даниил Бромов и получай 50 тысяч чертов при достижении пятого уровня. Также вводи мой промокод, хэштег VSD и получай приятный бонус на старте. И на Crimson Server у меня есть своя семья, если хочешь туда вступить, то просто приезжай на место, которое ты видишь на экране, немного подожди и тебя в общем-то кто-нибудь примет. Ну а я не буду вас долго задерживать, приятного просмотра. Вообще изначально я снял первую часть и мне было интересно, зайдет она вам или нет, но она довольно хорошо зашла. После этого я отснял еще три части, так как если кто-то следит за моим каналом, то знает, что я уезжал, можно сказать, на весь август отдыхать и просто не снимал видеоролики и все снял заранее. Поэтому несколько частей я сразу отснял и в принципе вторая часть вам зашла еще лучше, третья часть еще лучше, но почему-то четвертая, на которую у меня были очень большие надежды, типа я там покупаю машину, все очень интересно. Почему-то она вам совсем не зашла, то есть ну как бы набрала 2000 просмотров, но это тоже как бы неплохо, но все равно особо не зашла. Ну я надеюсь, следующая часть вам зайдет еще больше или может быть это, может быть просто с той частью были какие-то проблемы. Но эту часть я постараюсь сделать как можно интереснее, так как с прошлой частью возникло очень много изменений, ну я также по-прежнему бомж, ничего не изменилось, ну а вообще вышло обновление и теперь у нас появился Бравл Пасс. Бравл Пасс немного ошибся, ну и я вам уже объясняю, то что изначально я отснял несколько частей и они в принципе просто выходили, а потом я просто взял и заболел. Ну я думаю к следующей неделе я уже восстановлю весь график выхода видеороликов и они будут входить как-то порегулярнее, чем сейчас. Ну и теперь нам очень легко будет развиться, потому что появился как бы Блэк Пасс и на эту часть у меня план, во-первых, поработать курьером, ну так как у меня уже есть второй уровень, пока только второй, больше ничего я не имею. Ну и также повыполнять задания из Блэк Пасса, это нам даст очень неплохую сумму денег, а также мы сможем заработать немного экспи. Ну и кто смотрел прошлой части, тот знает, что у меня есть своя машина, только находится она, по-моему, возле низкого автосалона, за который нам придется съездить, потому что, ну, ходить пешком нам, ну, это никак не вариант. Я не знаю, на чем нам туда доехать, только если на такси, так как скутеров в последнее время просто нету, но об этом я говорил еще в прошлой части, либо нам можно просто арендовать автобус. Давайте, кстати, в принципе, и арендовали автобус, давайте выбираем рандомный маршрут, так как работать мы в этой части на данной работе не будем. Как вы помните, в прошлой части она мне вообще не понравилась, еще, по-моему, в третьей, поэтому на ней мне работать не особо хочется. Курьер, я думаю, менее прибыльный, но на нем не будет таких проблем. Ну, в принципе, в этой части и посмотрим, так как у меня все-таки есть своя машина, и на ней намного удобнее будет работать на данной работе. Такого не было. Да, вон наш ЗАЗик стоит, который мы купили, противниковали, и, в принципе, едет он у нас 200 км в час. Очень неплохо. Поэтому сейчас как бы едем в Арзамас и уже начинаем работать курьером. Ну, для начала нужно посидеть правительство для того, чтобы туда устроиться. Эта фору подтвердить. Да, все. Теперь мы работники Delivery Club, и, в принципе, если с ютлоу не попрет, то, в принципе, и в жизни можно устроиться на эту работу. Занимаешься спортом, зарабатываешь деньги. И, кстати, уже 1000 рублей. Довольно неплохо. И по сравнению с водителем автобуса, как по мне, это намного прибыльнее. Сейчас едем за следующим заказом, и появилась еще одна проблема. Я совсем про это забыл, как бы не играл уже где-то, ну, почти месяц на этом аккаунте, и я забыл заправить машину. И, скорее всего, с момента покупки я ее ни разу не заправлял. И, в принципе, у меня 0 литров. Я не знаю, есть ли у меня канистра. Сейчас, в принципе, и проверим. Нету, поэтому сейчас будем искать ближайшие 24 на 7, и, ну, смогли заработать 1000 рублей. Я думаю, уже хорошо, нам хватит на канистры. Ну, и, в общем-то, я снова зафейлил. Зачем-то побежал в центр города, вот, к 24 на 7, хотя там никогда не продавались канистры. Не знаю, зачем я это сделал, но сейчас побежим в Егоровку, так как там ближайшая заправка, и находится она вот здесь. Сразу же отмечу, чтобы бежать в ту сторону. Не помню уже, где наша машина, но потом отметим ее на GPS. И, кстати, бегу я сейчас, и только сейчас заметил, канистра тут стоит 735 рублей, обычно 750. Ну, я вообще не про это хотел сказать. Вот, как вы видите, здесь вот трава зеленая. А если мы перейдем сюда, то тут трава белая, то есть снег. То есть на куске карты снег, и вот это вот никак не пофиксит. Скорее всего, это особо никто не замечал, и, в принципе, я первый раз за все это время заметил. И я думаю, это уже здесь находится давно. Но это не особо мешает, и поэтому можно идти обратно к своей машине. Это будет чуть-чуть. Бегу я вообще в другую сторону, и тут мне краем глаза попадается какая-то машина. Я думал, это какая-то машина из обновления, и я решил подойти, и, оказывается, я чуть не пробежал свою машину. Заправляем ее, и едем работать дальше курьером. Как я помню, я уже передумал это, но сейчас еще немного подумал, и все-таки я решил продолжить еще немного поработать на данной работе. Потому что, как бы она прибыльнее, просто возникла такая проблема, и из-за этого просто немного даже пропало настроение. Сразу поеду на АЗС для того, чтобы заправить машину. Я очень сильно меняю свое мнение. Только что я хотел поехать работать, теперь я уже хочу заправить машину. Но давайте привыкайте, потому что такой контент будет часто. Теперь путь бомжа, потому что он вам нравится. Давайте нам сейчас самую дешевую заправку, это будет тоже очень долго. Нам нужен 92-й бензин, кстати, он здесь самый дешевый, поэтому нам он обойдется. Ну, давайте не полный бак. Все, мы потратили целых 5 тысяч, но зато заправили полностью наш ЗАЗ, вот этот вот сарай. Поэтому теперь отправляемся работать, думаю, нам это хватит надолго. Ну, все-таки случайно, но не зря я купил ремнабор 24 на 7, когда перепутал его с канистрой. Кстати, я его не купил, потому что у меня и так 3 из 3 ремнаборов, но все же хорошо, что я, ну, как бы они у меня есть. Потому что, я думаю, вы видели, как я доехал до сюда, поэтому все-таки мне нужно побольше ремнаборов. И платье здесь, кстати, очень отлично. Я уже заработал 2,5 тысячи. Конечно, за 10 минут, но все же тоже очень хорошо. Следующий заказ у нас, сразу отметим его, потому что я не понимаю, где он находится. Снова в центре Арзамаса. Едем туда, надеюсь, что туда я доеду спокойнее, чем ехал. Нужно ездить поаккуратнее, потому что, ну, как бы в скором времени мне так придется ехать в СТО. И тратить еще кучу денег на ремонт этой машины. Я не знаю, почему я так все время останавливаюсь, когда говорю этой. Ну, потому что мне хочется сказать сарай, а в итоге получается говорить ласточки или машины. Мне почему-то хочется ее назвать ласточкой, но тут даже, ну, какая ласточка, сарай или... Поэтому я не знаю, как называть эту машину, можете написать в комментариях. Надеюсь, я скоро ее продам. Ну, потому что это просто ужас. Ну, я никогда на таких не катался. Может, поэтому она мне так не нравится. Такое вот мне подходит. Можно, кстати, сделать скрин для превью. Прикольная машина, которую я, кстати, скоро хочу купить себе на основном аккаунте. Кстати, вам на заметку, когда вы будете проходить собеседование в ОПГ Арзамасе, знайте то, что они любят заказывать еду в Delivery Club. Ну, по крайней мере, у меня заказ пришел именно сюда. Кстати, я посчитал, за эту часть я заработал пока минус 2000 вертов. Ну, вот если посчитать, конечно, я очень много потратил. Ну, во-первых, я заправил машину, потратил на это 5000 вертов. Купил канистру практически за 1000, ремнобор тоже за 1000. И в итоге за эту часть, можно сказать, потратил 6000 или 7 и заработал только 5. Поэтому я пока в минусе, но, надеюсь, я в этой части хоть немного заработаю. Зато нам хватит бензина в машине на несколько частей. Кстати, мы выполнили какое-то задание. Давайте зайдем в Black Pass и посмотрим, что же нам за него дадут. Кстати, в Black Pass, как я и говорил, очень хорошие деньги платят за выполнение заданий. Поэтому именно их я хочу повыполнять. 2000, неплохо, и теперь уже мы не в минусе, а в нуле. То есть, когда мы заработаем, ну, по-другому. Так, так как сейчас лето закончилось, и я теперь буду регулярно проводить стримы. В основном это будет на основном аккаунте, то есть, на котором я все время играю. Ну, и если вы хотите, то я также могу проводить стримы на этом аккаунте. То есть, проходить Black Pass, просто зарабатывать деньги и вести путь бомжа во время стрима. Это будет намного удобнее, никакого монтажа. Я думаю, вам это будет тоже довольно интересно посмотреть. Конечно же, об этом я расскажу уже подробно в следующей части. То есть, во сколько он будет, когда, для того, чтобы как можно больше людей смогли его посетить. Поэтому пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал путь бомжа на стриме. Как я говорю, за эту часть нам удалось всего очень мало заработать, так как мы очень много потратили и всего заработали 2000 вертов. Не забывайте ставить лайки, если еще не подписаны, подписывайтесь. А также включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok